В этом уроке мы рассмотрим массивы. Массивы это очень важная тема на любом языке программирования. И сейчас мы рассмотрим, что же это такое и как с ними работать. Для начала создадим переменную, назовем ее как нам угодно. И здесь после знака равно мы хотим создать массив. Для этого существуют квадратные скобки. Мы указываем открывающую и закрывающую. И таким образом мы сейчас создали пустой массив. Чтобы здесь что-то записать, мы можем указывать через запятую какие-то значения. Например, любые числа, строки или логические значения. Также в массиве может быть записан другой массив, объект и функция. Но объекты и функции мы пока не изучали, поэтому здесь рассматривать это не будем. А с другим массивом чуть позже мы также рассмотрим пример. Если мы сейчас создадим такой вот массив. И теперь выведем его. Мы видим этот массив, вот все его значения. Раскрываем здесь в консоли этот список. И видим число 5, оно соответствует нулю. Два единицы. И это у нас слева сейчас записаны индексы. То есть они начинаются с нуля, как вы могли здесь заметить. И до тех пор, до самого последнего, который будет у нас равен количеству элементов минус 1. То есть у нас сейчас 4 элемента, а индекс последний 3. Потому что индексы начинаются с нуля. Также посмотрите, здесь есть лэнс равное 4. Это длина нашего массива. И так же, как и в строках, мы здесь можем обращаться к этому значению. Например, мы указываем название нашего массива. Лэнс. И получаем длину массива равной 4. Если там будет еще какой-то элемент, то мы получим другое какое-то значение длины массива. Также по вот этим вот числам, индексам, можно обращаться к отдельным элементам. Например, если мы хотим получить первый индекс, мы указываем единичку в квадратных скобках рядом с названием нашего массива. И получаем то значение, которое там содержится. И вы видите, что это у нас число 2. Оно соответствует индексу 1. Если укажем индекс 2, то получаем str1. Вот эту нашу строку. И так далее. Таким образом, можно извлекать любые значения из массива по определенному индексу. В любой момент мы можем изменить любой элемент массива. Например, мы хотим вот этот элемент сейчас изменить. Мы указываем r в квадратных скобках 2. И после знака равно указываем здесь какое-то другое значение. Мы его изменили. И теперь, если мы выведем наш массив, то мы уже видим здесь значение текст вместо str1, которое было изначально. Также можно добавить новое. Например, мы хотим добавить под индексом 4. Мы указываем в квадратных скобках 4 индекс, которого у нас еще нет. И присваиваем здесь какое-то значение. Теперь выводим наш массив заново. И видим, что здесь уже появилось еще одно дополнительное значение под индексом 4. Как вы видите, с массивами достаточно просто работать, но они могут быть очень полезны. Теперь давайте рассмотрим, как создать массив внутри другого массива. Создадим здесь матрицу, которая будет состоять из других массивов. То есть здесь у нас, например, будет 1, 2, 4. И ставим здесь запятую, потому что вот этот наш массив сейчас является элементом нашего массива Матрикс. Здесь у нас опять будет, например, какой-то другой массив. Опять запятая. И на новой строке мы указываем еще один наш массив. И таким образом мы сейчас создали матрицу 3х3. То мы видим, что здесь у нас 3 массива. Под нулевым индексом у нас наш первый массив. Под индексом 1 у нас массив 4, 7, 9. Индекс 2 у нас массив 1, 0, 3. И уже каждый из этих массивов также здесь разворачивается, как вы видите. И у него есть свои индексы. То есть 1, 2 и 4 находятся у нас под своими индексами от 0 до 2. И также здесь у нас индекс 0, 1, 2. И в последнем 0, 1, 2. Такая вот запутанная сейчас схема у нас из многих массивов. Но как нам получить какой-то определенный элемент уже в такой ситуации? Если мы хотим, например, получить вот это число 9 из нашего второго массива. Мы указываем название также. В первых квадратных скобках мы указываем индекс из этих наших трех элементов. Это у нас индекс 1, так как мы хотим получить наш массив 4, 7, 9. И нам нужно указать здесь еще одни квадратные скобки. Пусть это будет индекс 2. И мы получим число 9 таким образом. То есть мы сначала берем индекс 1, получаем массив 4, 7, 9. И уже внутри этого массива мы берем индекс 2, получаем значение 9. И сколько бы не было массивов вложено друг в друга, мы можем с помощью квадратных скобок получить любой элемент. Здесь у нас находится один массив внутри другого. И поэтому у нас достаточно квадратных скобок. Если бы в каком-то из вот этих вот трех массивов был бы еще массив, то тогда бы мы уже использовали еще и третьи дополнительные квадратные скобки. При необходимости добраться до какого-то элемента, который находится внутри всей этой вложенной структуры из массивов. Чуть дальше мы будем решать задачи на понимание массивов. И там уже вы лучше со всем этим разберетесь, я уверен в этом. А сейчас пока что мы рассматриваем базовые такие понятия на теоретических каких-то примерах. Сейчас я очищу консоль. И обновлю страницу для того, чтобы у нас все сбросилось. И все те массивы, которые мы сейчас создавали, у нас уже не учитываются. То есть у нас теперь в памяти программы сохранено только вот это значение нашего массива, который здесь указан в коде. Еще раз его выведем. И здесь также, как и в строках я вам показывал, с помощью Lens можно получить, например, последний или предпоследний элемент. То есть мы указываем R, в квадратных скобках мы указываем также этот наш массив и его значение Lens. Закрываем квадратные скобки. И сейчас вы видите, что у нас результат будет undefined, потому что Lens у нас равен 4. А индексов у нас всего 3. Поэтому мы делаем минус 1 и получаем третий наш индекс, то есть последний элемент, он у нас true. Если мы хотим получить предпоследний, мы вычитаем двойку. И таким образом мы можем, например, с помощью этого свойства Lens получать какие-то элементы массива. Теперь мы рассмотрим две стандартные структуры, которые строятся с помощью массивов. Это очередь и стэк. Очередь у нас встречается в обычной жизни постоянно. То есть обычная какая-то классическая очередь в магазине или в больнице. Это именно то, что мы сейчас и рассмотрим. То есть если вы стоите первый в очереди, то вы первый и будете проходить. И все это происходит именно по порядку. Для таких случаев у нас существует два метода у массивов. Это shift и unshift. Также существуют методы pop и push. И с помощью этих четырех методов можно создавать две структуры stack и очередь. Давайте рассмотрим сначала очередь. Например, мы хотим из вот этого нашего массива получить первый наш элемент. Мы используем его название. Далее через точку указываем метод shift. И ставим круглые скобки. Мы получаем это значение 5. Если мы теперь взглянем на наш массив, то мы видим, что в нем уже нет этого значения 5. И все элементы сдвинулись влево. И теперь наш вот этот элемент двоечка стал первым в очереди. Если мы хотим что-то добавить, в очереди все добавляется в конец массива, то мы используем метод push. Мы также указываем r.push и какое-нибудь любое значение. Здесь можно указать число или строку, если вы укажете это в кавычках, true, false и все эти переменные, которые мы уже изучали. Например, мы добавим число 8. Сейчас мы видим здесь какое-то значение 4 у нас получено. Это не что иное, как длина нового массива после добавления этого числа. Если мы выведем сейчас этот массив, то мы видим, что действительно длина стала у нас 4, потому что один элемент добавился, число 8, с помощью метода push. И вот эти два метода shift и push позволяют забирать из начала массива какое-то значение и добавлять в конец, тем самым имитируя очередь. Другая структура это stack. Stack работает таким образом, что мы помещаем что-то в конец и забираем также с конца. То есть, что мы последнее добавили, то мы забираем первым. Мы уже знаем, как добавлять в конец массива какое-то значение с помощью push. Теперь рассмотрим, как получить это последнее значение. Мы указываем r.pop и получаем это значение. Теперь выводим результат и видим, что числа 8 здесь уже нет. Мы его извлекли с помощью вот этого метода pop. Также есть еще один метод. Это unshift. Unshift работает у нас таким образом, что мы должны указать ему какое-то значение, так же, как и методу push. Сейчас я указал здесь пустые скобки и ничего не произошло, но если мы укажем unshift и в круглых скобках, например, значение 6, мы так же, как и при методе push, видим значение длины массива. Теперь выводим его и видим, что наше число 6 добавилось в начало. То есть unshift добавляет в начало, shift забирает какой-то элемент с начала массива. Push добавляет элемент в конец, а pop забирает элемент с конца. Таким образом, 4 этих метода позволяют нам имитировать любые структуры для хранения данных. Самые основные из них это очередь и стэк, но также могут быть и какие-то другие ситуации, и с помощью этих методов можно получать любые элементы массива. Как вы видите, у массива есть какое-то количество разных методов. Их также можно посмотреть таким образом, введя точку после любого массива, и мы видим большое количество разных методов. Сейчас мы рассмотрим еще некоторые из них, но для начала я очищу здесь все и создам здесь в коде второй массив. Пусть он состоит просто из трех чисел. Если мы их сейчас выведем, то мы видим два этих массива. Так же, как строки мы можем склеивать между собой и делать конкатинацию, мы можем конкатинировать массивы. Например, мы хотим наш массив первый объединить со вторым. Мы указываем метод concat и здесь в скобках указываем второй наш массив. Обратите внимание на этот синтаксис. Мы сначала указали наш массив, в котором мы хотим что-то добавить. Потом мы указали метод. И у метода в круглых скобках мы передали второй массив, который мы хотим склеить. И мы получаем вот такой результат. Один большой объединенный массив. Его также можно добавить в какую-то переменную R3, например. Перенести сюда этот код. И теперь R3 содержит у нас этот массив и мы можем с ним в дальнейшем работать. Еще один интересный метод массива это indexOf. Мы указываем массив через точку indexOf и здесь какой-то элемент. Например, пусть это будет str1 в кавычках. И мы получаем index2. То есть мы получили индекс этого элемента. И действительно это так и есть. То есть если мы знаем, что какой-то элемент в массиве существует и хотим узнать его индекс, то мы можем с помощью indexOf получить это значение индекса. Если мы хотим объединить элементы массива в строку, то мы можем использовать метод join. у него в круглых скобках можно передать какое-то значение. Если мы ничего не передадим, то вы видите, что мы получим в результате строку из всех элементов, склеенных через запятую. Но если мы здесь в кавычках передадим пустую строку, они все склеиваются вместе с литно. Или мы, например, можем передать дефис, то они все склеиваются через дефис. запятая пробел, таким образом мы получаем этот результат. И любое другое какое-то разделение, какое нам только будет угодно. И мы получаем в результате эту строку. Также ее можно записать в другую переменную. И в дальнейшем уже для каких-то целей использовать. Сейчас я снова здесь все очищу. Существует универсальный метод splice у массивов, который позволяет добавлять, удалять и заменять любые элементы в наших массивах. Давайте сейчас рассмотрим, как с ними работать. Мы выведем здесь для примера наш массив, чтобы наглядно видеть, из чего он состоит. И попробуем с ним поработать с помощью этого метода. Мы указываем метод splice, и в круглых скобках мы можем передавать следующие здесь значения. Первым параметром мы здесь передаем индекс, с какого мы будем начинать свои действия. Пусть это будет индекс 1. Следующим параметром мы передаем количество удаляемых элементов. Пусть это будет также, например, один элемент. И еще есть третий параметр, необязательный, для того, чтобы вставить какое-то число любого элементов на место тех удаленных. Но для начала рассмотрим такой простой пример. Мы с первого индекса удалим один элемент. Возвращает у нас число 2 здесь. Это то, что было удалено. А если мы посмотрим наш сам массив, то мы видим, что мы удалили число 2. И теперь массив состоит у нас из трех элементов, и не включает в себя вот это вот число 2. Все достаточно просто. Если мы укажем, например, splice 1, то мы удаляем с первого индекса все до самого конца. И у нас остается только число 5 в этом массиве, как вы видите. И мы сейчас просто удалили все с первого индекса. Если мы здесь укажем splice с первого индекса, число удаляемых элементов 0, то есть мы не хотим ничего удалять, и через запятую здесь передадим какие-то значения, например, число 7, 5, и какую-то строку текст. то мы сейчас видим, что мы добавили три элемента 7, 5 и текст. Ничего не удаляли и сделали это с первого индекса. То есть первый индекс у нас отсутствовал, у нас был всего лишь нулевой индекс числа 5, а мы добавили туда вот эти вот элементы. Как вы видите, с помощью splice мы также можем добавлять. Мы рассмотрели, как добавить, как удалить, и заменить в принципе также очень просто. Мы указываем здесь, например, с второго индекса один элемент и заменим его на какой-то новый. Выведем сейчас результат и мы видим, что мы второй наш индекс заменили со значения str1 на значение, которое мы сами ему передали. Мы передали здесь третьим параметром new str и просто произвели замену одного элемента. Если бы мы указали заменять два элемента, давайте попробуем, то мы бы здесь должны были передать два параметра. Пусть это будет сейчас new str1 уже и через запятую, например, true. Смотрим на результат. Сейчас мы заменили один наш new str на два новых значения, а если мы здесь указали бы число заменяемых элементов два, то мы бы заменили new str1 и true на new str2 и false. как вы видите, метод splice очень мощный и позволяет нам делать любые манипуляции с массивом по удалению, добавлению и изменению каких-то значений. Также метод splice поддерживает отрицательные значения. Например, мы укажем сейчас минус один. Это у нас последний наш элемент ноль, то есть мы ничего не хотим удалять и добавить, например, какое-то значение addElement. И мы видим сейчас, что мы перед последним нашим элементом текст просто вставили новое какое-то значение, строковое. И использовали здесь отрицательный индекс. Минус два это у нас будет предпоследний элемент и так далее. Также у массивов существует простой метод slice. Он намного проще, чем splice и возвращает нам просто какое-то количество элементов массива от индекса, который мы указали до какого-то другого индекса. Указываем метод slice для массива. Например, от индекса ноль до индекса три. И видим, мы получим вот такой вот результат. Этот метод работает примерно так же, как у строк, только возвращает не под строку, а элементы массива. То есть мы получаем нулевой, первый и второй элементы нашего массива. Также здесь можно указывать, например, одно какое-то значение индекса. Например, мы указываем четыре и получаем элементы под индексами. Четыре и пять. То есть, начиная с четвертого и до самого конца, если мы не указываем здесь второй параметр. Если мы здесь указываем минус один, например, то это последний наш элемент. Минус два предпоследний и так далее. Например, мы можем получить с элемента минус три по индекс наш минус два. И таким образом мы получаем значение false. Если мы укажем минус один, то мы получаем false и add элемент. И как вы видите, здесь также можно использовать отрицательные значения индексов. Если мы укажем метод includes, он проверяет, есть ли какой-то элемент в нашем массиве. Например, элемент текст. И он возвращает либо true, либо false. Если мы укажем, например, текст с маленькой буквы, то видим уже false, то есть такого элемента нету. И вот этот наш текст с большой буквы это не то же самое, что и с маленькой. Здесь регистр играет роль и элемент должен полностью соответствовать. Если мы ищем элемент false, он у нас существует, мы находим его и получаем true. Таким образом можно искать какой-то элемент внутри массива. У любого массива есть метод reverse, который возвращает нам массив с элементами в обратном порядке. То есть мы сейчас видим, что у нас все идет задом наперед в этом массиве новом и с помощью метода reverse можно это сделать. Мы уже рассмотрели метод join для объединения элементов массива в строку, но если у нас есть какая-то строка и мы хотим превратить ее в массив, мы можем применить к этой строке метод split и мы получим наш массив. Но мы сейчас получили массив из одного элемента, потому что мы здесь в кавычках не указали разделитель. У нас здесь строка состояла таким образом, что она разделялась через запятую пробел. И мы здесь для нашего метода split указываем этот разделитель и каждый раз, где этот разделитель будет находиться, у нас будет элемент выноситься в отдельный. И вы сейчас видите уже, что у нас три элемента в массиве получилось Иван, Петр, Саша и они все разделились по этому вот разделителю. Если здесь, например, будет указан defice между ними, то мы здесь в нашем сплите должны указать defice и получаем тот же самый результат. Так вот работает метод split. Также есть хитрый способ применения метода split для строки. Вообще это метод массива, но также можно применить его и к строке. Если, например, у нас есть какая-то строка и мы применяем к ней метод split и указываем пустые кавычки здесь, то мы получаем массив из букв этой строки. То есть каждая буква становится элементом, как вы видите сейчас. Такой вот хитрый метод может вам иногда пригодиться и позволяет разбить строку на отдельные элементы. И вот сейчас мы рассмотрели большое количество различных методов у массивов. Вообще рассмотрели в целом что такое массивы, как с ними работать. Познакомились с огромным количеством материала. но у нас еще недостаточно знаний для того, чтобы решать какие-то задачи, поэтому нам необходимо изучить объекты, условия и циклы. После этого мы уже сможем решить несколько простых задач по этим темам и уже после этого мы будем изучать функции и объектно ориентированный подход в программировании. Продолжение следует...